Приветствую! С вами Таня Шахбандер и наши четверговые ключи к жизни. Распаковываем сегодня тему «Заземлённость». Планировала немножко другую, но я прям почувствовала вчера, что хочу именно об этом говорить, потому что сейчас я в процессе проработки первой чакры, и это как раз очень сильно о заземлённости. Привет! Спасибо за сердечки, спасибо! Поэтому сегодня будем говорить именно на эту тему. Я для вас подготовила тоже такую приятность. Будем сегодня в конце играть в мини-игру «Ценная жизнь». Это моя авторская игра как раз на прокачивание первой чакры. Это игра на самоценности, но на уровне первой чакры. Поэтому оставайтесь до конца. Кому интересно, попробовать такой мини-формат игры. Мы сформируем запрос, и по одной карте для каждого желающего я достану. Видите, специально сегодня делать красные, чёрные такие цвета, потому что это как раз и есть цвета первой чакры, Муладхары, которую я сейчас прокачиваю. Вот как-то так получилось, знаете, я следую за потоком жизни. Мне подарили консультацию по чакрам-нумерологии, и мне это очень сильно отозвалось, и я решила начать работать со своими чакрами. И сейчас настолько эта тема меня тронула, что мне хочется делиться её и с вами. Итак, говорим о заземлённости. И хочу сразу вас попросить, чтобы вы написали, что для вас значит заземлённость, как вы понимаете этот термин, какие вы знаете способы заземления. Ну а я, как всегда, начну издалека и начну об этом всём говорить и делать акценты на важном, то, что помогает нам в жизни, так как у нас ключики к жизни. Итак, заземлённость — это некая, кажется, противоположность духовности, потому что многие духовные люди часто как раз уходят в эти иллюзии, потому что заземлённость — это не противоположность, но она так чувствуется, да, то есть очень легко улететь от реальности, улететь в какие-то там мысли, в какие-то теории, в духовность, в практике, и можно потерять контакт с реальностью. Спасибо за смайлечек, супер, спасибо. Контакт с реальностью можно потерять, контакт с заземлённостью, и вот эти пресловутые духовные такие люди, которые там годами медитируют, медитируют, отрекаясь от материального мира, от денег, говорят, что это всё нам неинтересно, это всё неважно, это не нужно, это как раз большой такой признак отрыва от Земли, отрыва от реальности, что не является духовным. Мы с вами много говорим о каких-то там таких теориях, да, всё равно, и сегодня я решила этим эфиром заземлить нас всех вместе, и это и есть духовность, потому что духовность — это не витание в облаках, духовность — это умение в жизни, здесь и сейчас, спасибо за сердечки, здесь и сейчас быть, присутствовать, то есть быть и присутствовать. Поэтому заземление — это не разрывно с духовным, и заземлением — это неизбежная духовная практика, которая помогает нам оставаться собой и идти верным истинным путём. Ну, пишите, пишите, пожалуйста, ваши варианты, что такое заземлённость и как её достигать. Что такое заземлённость? Это чувствование своего тела, это быть в контакте со своими чувствами и эмоциями, это не только о теле, но и о чувствах, эмоциях, это о контакте с реальностью и умении, это о практичности, это некая такая уверенность в себе, это чувство опоры, это как раз все признаки чакры Муладхары. Когда мы говорим о Муладхаре, когда я сейчас прокачиваю Муладхару, как раз прокачиваются все вот эти качества — уверенность, опора, устойчивость, в том числе эмоциональная устойчивость, то есть когда у нас вот эта эмоция выходит, значит, мы отлетели, значит, нужно заземляться. Ну и все такие известные методы заземления, это, вы знаете, от слова «земля», все, что касается земли, природы, просто побыть на природе, походить босиком по земле, повысаживать цветы растения, то есть вот именно руками прикасаться к земле, лепка из глины, это вот тоже помогает нам заземлиться. Но не обязательно прям контактировать с землей, а земля нам просто что помогает? Она нам помогает уйти из головы в тело, уйти в материю, то есть заземление — это когда мы начинаем чувствовать материю. И вот я вам уже много раз говорила, я сейчас продолжаю смотреть сериал «Бог богов Махаде». Это такой духовный сериал по мифологии, по индийской вот этой религии, и я даже не знаю, как эта религия называется. Там как раз тоже об этом очень говорится, он такой типа духовный, там о богах, о вот этих всех, но там очень много о жизни, там очень много именно жизненных каких-то ситуаций показывается, точнее, немного, он весь состоит, из постоянных каких-то сценариев показывает какие-то сюжеты, ну они все связаны, естественно, но в каждой серии берется какой-то сюжет и рассматривается какая-то жизненная ситуация, то есть это о жизни, заземлённость — это присутствовать в жизни. И как раз этот бог Махадеев — это самый там верховный бог, творец, с которым всё пошло, потому что все остальные бога потом, это просто его аспекты, он там из себя части какие-то выделял, туча сведел, чтобы она создавала Вселенную, туча, чтобы сохраняла туча, как природу Земля, тут как-то, вот, в общем, ну вот тот верховный бог Бога Махадеева, он же там и великие учители, всем уроки преподает, он говорит, что, во-первых, что бог помогает тот, кто сам себе помогает, и он говорит, что дух и природа, а природа — это жизнь, и природа — это есть вот эта заземлённость, дух и природа едины, неразрывны друг с другом и не могут существовать друг без друга, то есть это вот такая фундаментальная истина. Вот, то есть заземлённость — это умение чувствовать себя, чувствовать своё тело, вот, вижу, сходить в баню, супер, да, особенно с венечком, то есть заземлённость — это когда мы убираем, что обезьянку в голове и вот эти вот славомешалку, когда мы начинаем в тело идти. На массаж — класс, супер, да, идеально. Массаж тоже очень-очень круто прокачивает заземлённость, ну, то есть заземляет нас, не прокачивает, заземляет нас. Вот, то есть это умение чувствовать своё тело, то есть выход из головы в тело, что я чувствую, что я ощущаю, это пресловутое пребывание в «здесь и сейчас». Упражнение такое, вы уже знаете, естественно, напомню, как возвращаться в «здесь и сейчас». — это начать анализировать, что я чувствую, что я на запах чувствую, что я вижу, что я слышу, что я кожей ощущаю, да, то есть когда мы из мысли переходим в свои ощущения. И это как раз способ останавливать панические атаки, способ останавливать тревожность, anxiety, потому что тревожность, anxiety и панические атаки все возникают из-за того, что вся наша энергия, все мы полностью находимся в голове. А в голове, как известно, очень много всего, это все наши страхи, тревоги, это наши жвачки обид из прошлого, это наши какие-то переживания за будущее, на дискотеку, кстати, да, да, на дискотеку сходить, потанцевать, класс, спасибо, супер, да, это то, что нас заземляет, но есть, скажем так, негативные способы заземляться, это алкоголь, ну, алкоголь может, кстати, и улететь от реальности, но иногда алкоголь именно такую функцию, как заземляет еда, переедание, это негативные способы заземляться, переесть, и вот у меня это часто случается, ну, сейчас уже чем дальше, тем реже, но вот у меня был такой период, когда я прям переедала очень, ну, я же говорю, я ем только один или два раза в день, и, естественно, когда я ем так редко, я уже ем большими порциями, и вот эта вот тяжесть в животе, она помогает на какое-то время уйти из головы, то есть желудок, он заставляет тебя, у него просто, он начинает требовать кровь, да, к нему приливают, и, соответственно, уже не хватает для головы, и это вот такой, скажем так, интуитивный способ тела вернуть тебя в реальность, заземлить тебя немножко. Трейли, час ходьбы, супер, да, все телесные практики, ходьба, движения, танцы, воркаут, позаниматься физически, поприседать, приседания вообще шикарные, как раз для первой чакры, супер, если мне нужно экстренное заземление, начинаешь шевелить пальцами ног, ощущение стоп, да, стопы, потому что стопами мы прикасаемся к земле, просто сидеть на твердой поверхности, на твердом стуле или на пол сесть, тоже заземляет, когда мы чувствуем телом твердое, что-то, эту опору, потому что заземленность, это устойчивость, это опора. Когда, да, и пальцами шевеление, это отвлекание на тело, ну то есть в тело уходим, и ощущение ногами, пола, это стопы, да, это тоже заземление, огромное тебе спасибо. Вот я когда делаю медитацию, мы заканчиваем медитацию обычно чем? Как раз заземлением, потому что в медитации мы немного уходим из реальности, но это нужный уход от реальности, потому что мы делаем некие тонкие такие трансформации на наших тонких телах, в наших тонких планах, но всё равно потом очень важно, что сделать? Заземлиться. Я всегда говорю, потопай ногами по земле, поощущай пол, да, говорю, потри тело, вот, или там, у кого утро простучать можно, у кого вечер просто себя прогладить, вот, кто делал со мной медитацию, обычно я так заканчиваю. Кручу восьмёрку, это тазобедренный, да, вот этот вот тазом, да, потому что чакра у нас первая находится где? В районе копчика, ну это между промежностью и половыми органами, там вот находится это скопление, да, вот этих наших волокон на физическом уровне, и на тонком уровне находится вот эта наша энергетическая чакра, вижу, да, твоё, да. И все упражнения на подвижность таза нашего, малого таза, большого таза, да, то есть вот эти восьмёрочки, это очень-очень круто прокачивает чакру первую, а, соответственно, она нас заземляет, потому что заземлённость это и есть, когда очень хорошо работает наша первая чакра, чакра Муладхара. Эта чакра, она отвечает за что? За здоровье, то есть когда мы занимаемся своим здоровьем, когда мы уделяем внимание своему качественному питанию, сон, это чувство защищённости, это деньги, конечно, материальный мир, потому что мы живём, и нам нужны деньги, то есть когда человек отрекается от материального, от денег, это не духовно, это отречение от очень важной составляющей жизни, и улёт, ну я сейчас вам тут ещё почитаю про улёт, почему улетаем, это тоже интересная тема, почему мы теряем эту связь с землёй, теряем контакт с жизнью, с реальностью, это, конечно, всё через нашу травматику, из-за нашей травматики происходит. Так что, что ещё у нас? У нас первая чакра отвечает за семью, за создание семьи, за деторождение, то есть за секс как способ продолжить род, и как удовлетворение, конечно, базовой потребности нашего тела, то есть у нас тело, вот секс, он входит в эту пирамиду масла, в основу, в базу, поэтому вижу комплименты, выглядишь потрясающе красотка, спасибо, старалась для вас, чтобы радовать ваш глаз, ну и красненькая, да, чтобы чакру, я сегодня о ней будем говорить, вот у меня тут передо мной лежат карточки из игры «Мои ценные жизни», так что в конце поиграем, с вами поиграем, да, так что всё, что прокачивает первую чакру, это всё нас и заземляет, и вот в этой игре как раз каждый из вас найдёт свою такую одну подсказочку, знаете, вот такую точную, одну, которая вам подскажет, куда вам смотреть, в каком направлении двигаться, что именно вам сейчас ценно, как вам нужно заземляться. Поговорим немного о том, почему мы теряем контакт с реальностью, теряем контакт с заземлённостью, с землёй, это, конечно, как я уже сказала, травмы, и вот Лиз Бурбо, я вам рекомендовала её книгу «Исцеление пяти травм», есть у неё и другая, просто «Пять травм», которую я не читала, поэтому не говорю о ней, говорю то, что читала «Исцеление пяти травм», и она вот как раз там говорит, что когда у нас есть вот этот страх отвержения, страх покинутости, человек из страха вот этих травм, чтобы не столкнуться с этими эмоциями, не столкнуться с этой травмой, он теряет контакт с землёй, теряет контакт с телом, с реальностью и уходит. Как мы можем уходить, улетать? Это, конечно, алкоголь, это и способ заземляться, ну в каком-то смысле, но и в том числе и улетание от реальности. Это когда человек постоянно смотрит кино, фильмы, ну то есть он не находится в реальности, он где-то там. Это то же самое книги, это отлично читать книги, это замечательно, это очень круто, но иногда, когда человек вот просто, он весь в этой книге, да, и всё, он не живёт, нет вот этого баланса с жизнью, то это уже тоже такой момент улетания от реальности. Как мы ещё можем улетать от реальности? Это жизнь в фантазиях, это жизнь в иллюзиях, это когда человек не может столкнуться с правдой, да, он сам себе врёт и не признаёт какой-то правды. Это потому, что нам страшно, что мы можем ничего не менять, но иногда правильно просто признать, да, признать какую-то неприятную для себя правду. А это очень сложно, почему? Потому что мы тогда сталкиваемся с чувствами. А помните, мы вначале говорили, что заземлённость, в том числе, это контакт со своими чувствами и умение их проживать, умение с ними справляться. Мы очень часто не знаем, как справляться с чувствами и эмоциями, потому что забываем обращаться к Тане Шахбандер на консультацию, и поэтому, чтобы избегать этих чувств, мы начинаем вот куда-то уходить от реальности. Что больше всего тяготит к духовной практике и отлёту от реальности, потому что духовная практика по-само себе классная, нужна, но вот именно как улёт от реальности, это вот шизоиды-нарциссы первые занимаются практикой, чтобы убежать от реальности с её переживаниями, страхами и неожиданностями, да, то есть жизнь такая страшная, лучше не буду в ней. Вот, а вторые занимаются практикой, потому что хотят чувствовать себя особенными, такими исключительными, не такими, как все. Но, естественно, что убегство от реальности и чувство собственной важности не имеет никакого отношения к реальной практике духовной, потому что духовная практика, вы знаете, в монастырях они что делают? Они, ну, не только в монастырях, монахи, они там занимаются чем? Физическим трудом, они так заземляются, они молятся, у них есть вот это время для молитвы, и обязательно у них есть такая там очень важная там в Тибете где-то воду носить в город, да, там в монастыре тоже там колоть дрова, вот какая-то очень такая заземлённая там огород, это всё тоже часть духовной практики, это то, что балансирует наше вот это вот ментальное и вот спиричуал, когда мы молимся, когда мы уходим в такое. Вот поэтому в любой практике нужна саморефлексия. Ну, и мы поговорили, что вот страх быть отвергнутым, это как раз то, что становится причиной улётности. Тоже из воспитания родительские запреты могут приводить к этому «не живи, не проявляйся», ну, то есть нам родители не говорят «не живи», но это такой посыл мы получаем, когда нам не разрешают делать то, что мы хотим, когда нас постоянно пресекают, наше желание не учитывается, да, тогда мы получаем вот такой «не живи, не проявляйся», никчёмный, ты ничего не можешь, ничего не можешь делать самостоятельно. И вот такие родительские программы, они тоже приводят к тому, что человек начинает отрываться от земли, от своего тела, от своих чувств и начинает жить где-то вот там. Труд, деньги и труд всё перетрут, да, да. Ну, то есть это баланс. Из этих посланий родительских человек усваивает то, что для нормального существования нужен другой, который бы служил буфером между ним и реальностью. Данное убеждение является хорошей почвой для попадания в секты. Правильнее сказать, человек будет воспринимать любую организацию как убежище. Ну, это вот зависимые отношения, всё туда же. Мы все так или иначе с этим сталкиваемся, мы все травмируем. Ну, может быть, есть просветлённые, но просто я говорю о большинстве людей. Большинство людей сталкивались с теми или иными травмами, и мы все в той или иной степени можем немного так отлетать от реальности. Но хорошо, что мы вовремя об этом вспоминаем, и интуитивно всё равно мы возвращаемся. Давайте ещё по признакам незаземлённости пройдёмся. На физическом уровне это перегруженная тяжёлая горячая голова, неспособность посидеть спокойно хотя бы пару минут, это вот это синдром нехватки внимания, напряжение в области живота. На уровне переживания отсутствие способности переживать различные чувства. И вот у меня это, ну, это у меня ещё с социотипом связано, мой социотип очень трудно понимать свои чувства. Но у меня действительно я не понимала свои чувства, потому что меня никто никогда не спрашивал, а что ты чувствуешь, а что ты думаешь, а чего ты хочешь. Я выросла в абсолютном отрыве от своего тела, от своих чувств. И когда я начала изучать психологию, я вообще узнала, что такое существует. У меня уже говорила, вводила в ступор, когда меня спрашивали, а что ты чувствуешь? Я такая, не знаю. И вот благодаря психологии я начала это развивать, начала знакомиться с чувствами. Сейчас очень много говорю об эмоциональной шкале тону, да, там. шкале эмоциональных тонов, точнее, где есть целый спектр чувств и эмоций, и ты уже начинаешь понимать, что я сейчас чувствую, я чувствую страх, я чувствую раздражение. Это вот заземлённость, умение чувствовать свои ощущения, эмоции, понимать их, понимать, а почему я это чувствую, а какая стоит за… Точнее, вот у нас есть эмоция, а какое чувство стоит за эмоцией. Ну ладно, сейчас не будем об этом, это уже немножко не туда. На уровне мыслей, как незаземлённость проявляется, это человек большую часть времени думает и думает вообще не о том, что есть, не то, что не актуально в его жизни, какие-то отвлечённые рассуждения. Ну, грубо говоря, у него реальная жизнь, которая требует его реальных конкретных действий, он думает, есть ли жизнь на Марсе. Ну не то, что вообще не надо думать о жизни на Марсе, это тоже часть нашей жизни, но когда человек полностью живёт там, мир во всём мире. Вот когда я обучалась игре Купидон, мне тоже учитель говорила, вот если к тебе там придут такие желания, тебе будут говорить, я хочу, чтобы у всех всё было хорошо, мир во всём мире. Вот это вот, это тоже отрыв от реальности и у тебя есть твоя жизнь, твои конкретные запросы. Если ты свою жизнь делаешь классно, если ты в своей жизни будешь проявляться, будешь служить этому обществу через свои таланты, через свой кайф, через своё удовольствие, ты будешь улучшать жизнь на Земле однозначно. То есть каждый человек, мы уже много потом говорили, как клеточка в теле. И если каждая клеточка выполняет свои функции качественно, то и весь организм классно работает. Поэтому, когда вот мы там начинаем переживать без действия, заметьте, то есть мы просто переживаем за планету Земля, за экологию, за то, что не входит в зону нашего контроля и не делаем никаких действий, это, конечно, отрыв от реальности и отсутствие заземлённости уже в негативном смысле. Поэтому, да, есть люди, которые там заботятся, ну вот недавно моя подруга репостнула, спасали морских котиков и дельфинов, потому что какая-то там водоросль или отравление получили, нейро, какие-то токсины. И человек, да, он заботится, но он конкретно делает физические действия. Он идёт на пляж, ну там девушка шла на пляж и, в общем, делала какие-то конкретные действия для того, чтобы помочь планете. А когда вот человек просто сидит и там фантазирует о чём-то или переживает о чём-то, что не входит в зону его контроля и то, что он не может изменить, это отсутствие заземлённости. Вот я когда-то по этой причине перестала смотреть новости, говорила тоже уже, напоминаю просто свою историю, что я прям, ну это было связано с моим обучением психологии, духовности, эзотерики, когда я поняла, что я никак не могу повлиять на то, что говорят в новостях. И раз я не могу повлиять, то эта информация для меня совершенно бесполезная, то есть она понижает мои эмоциональные состояния, но я при этом ничего изменить не могу. И я просто перестала смотреть по этому новости, потому что это бессмысленно, это тоже улетание от реальности, это тоже отрыв от Земли, от жизни. И нас всех выбило, например, в 22-м году, да, очень сильно, потому что тоже мы снова-таки все попали в травму, но большинство сделало правильно, что мы начали делать, действовать, мы начали предпринимать какие-то действия, каждый делал, что мог. Это вот наше было заземление. То есть заземляться в действии ещё тоже можно. То же самое знание, когда мы начинаем получать знание, 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 это тоже отрыв от реальности, постоянное получение знаний без применения их. Поэтому знание всегда нужно заземлять. Как заземлять? Применять на практике. Потому что у меня тоже были периоды, вот сначала, когда я начала изучать, я начала изучать не из интереса, а просто мне эта информация попалась, она для меня была очень такой незнакомой. у меня был такой кризис в жизни, что я в этом увидела своё решение. Я всё практиковала. Я читала книги Зеланда Свиша, Лиз Бурболу, Изихей, Синельникова. Вот эти все книги я читала, я всё выполняла, вот все они рекомендации давали, практики, я всё это заземляла. То есть я всё это делала. А был у меня период в жизни, когда я просто вот эти знания хватало, 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 всё мне казалось тоже, что этих знаний недостаточно. Снова такие травмы, да? Когда вот есть этот синдром самозванца, когда всё время кажется, этого недостаточно, я ещё недостаточно знаю, недостаточно умею, мне надо ещё этот курс, ещё этот курс, ещё это обучение, ещё это обучение. Это уже как раз улетание от реальности, потому что любое знание нужно заземлить, нужно его применить на практике, прожить его. А когда слишком много этих знаний, мы просто не успеваем их ассимилировать, их проверить на практике, прожить. Поэтому любые знания обязательно нужно заземлять. Что ещё нас заземляет? Так, мы проговорили про все физические труды, проговорили, все телесные практики, зарядка, воркауты, растяжка. И желательно, очень важно, не желательно, а очень важно, что в плане заземления, это когда мы делаем воркаут быть в теле, потому что можно снова-таки делать воркауты быть где-то там, хотя сам по себе зарядка, она уже заземляет, но еще круче заземляет, когда мы чувствуем свое тело. И вот на йоге обычно вы можете заметить, что говорят про чувство свое тело, вот где, да, вот сейчас как тянется мышца, ну там или даже на пилатес я ходила, там тоже body-mind connection, все время нам говорили body-mind connection, вот ты делаешь упражнения и представляй мышцы просто в своей голове, нужно представлять мышцы, связочки, как они тянутся, как они укрепляются, это вот тоже такое заземление. Дальше, что у нас еще? Психотерапия, это со своими чувствами справляться и уметь их понимать, осознавать. В плане мыслей тоже можно заземляться, не только на уровне тела, на уровне эмоций, это вот с чувствами. Работа на уровне мыслей, это составление планов, составление списков. Вот у меня дочка старшая просто гений, да, богиня планирования, и у нее на все списки, у нее даже вот одежда, как одеваться, она всегда составляет луки, она какими-то приложениями пользуется, где все это, у нее на все есть списочки, туду, я тоже, у меня это не настолько развито, у нее это просто на высшем уровне, вот, то есть все, что структурирует мысли, это просто ведение даже дневника, мы с вами много говорили, да, то, что записывать свои мысли, это то, что помогает тоже заземляться, то есть ты вроде в голове, но ты эти мысли, когда на бумагу выкладываешь, ты их заземляешь, ты их смотришь, ты видишь их со стороны, и это тоже очень круто. Планы, списки, дневник. Ведем это на ментальном уровне, мы тоже можем заземлять себя. И, конечно, действия. Действия в сторону наших целей, то есть вот мы на ментальном уровне заземлились с составлением каких-то своих планов, вот почему всегда на курс практику, кто ходил, мой позитивных перемен, что мы делаем? Мы выписываем, мы делаем список из 100 желаний, потом выбираем одно главное желание. Почему мы это делаем? Чтобы заземлить желания тоже, чтобы их немного материализовать хотя бы в словесной форме на бумаге, и это помогает уже в материю перевести. Кстати, что еще негативный способ заземляться, кроме переедания, еще матерные слова. Когда человек матерится, это он так связывает себя с мамой, с матерью, ну и с землей тоже. Так что человек, который много матерится, он таким образом в том числе заземляется. Ну, сейчас это модно, и это заразно, если честно говоря, потому что я всегда контролировала свою речь, а сейчас все спикеры матерятся, и я так чувствую, что у меня время от времени начинает прорывать это все. Ну, мы не осуждаем так, как есть, да, просто вот тоже, чтобы вы знали, что это способ заземлиться, материться. Признаки нарушения связи с землей. Давайте пройдемся по признакам. Как мы уже говорили, нет контакта с телом, жизнь в голове, постоянные мысли, 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 мысли. Жизнь в прошлом, жизнь в будущем, то есть мысли о прошлом, мысли о будущем, это все отсутствие связи с землей, отсутствие заземленности. Вижу смайлика, прокомментируйте, что он значит. Дальше. Нет жизненных сил и энергии. То есть если нет сил и энергии, это отсутствие заземленности. Вот, кстати, у меня это было, ну, из-за травматики снова попадая в Америку, многие такие, многие это испытывают. Не обязательно в Америку, просто когда это мигрируешь, это подрывает очень сильно первую чакру, потому что ты на своей земле, да, вот когда ты на родине, у тебя, ты плотно стоишь на земле, ты знаешь, куда пойти, куда податься, где это можно сделать, где это. Ну, то есть ты понимаешь систему. Ну, трудности есть везде, но ты все равно чувствуешь опору. А когда ты переезжаешь в другую страну, все на какое-то время теряют эту опору. Ну, кто-то быстро с этим справляется, быстро эту опору находит, когда, ну, адаптивность высокая. А у кого-то это занимает года, и у меня был клиент, которая 11 лет жила вот так вот в неопределенности, возвращаться, оставаться, возвращаться, оставаться. И говорит, у меня тут ничего не получается. И вот мы проявили на консультации, что потому и не получается, потому что ты не живешь, ты не будешься нигде. То есть ментально ты себя распылила на полпланеты, да, то есть ты физически находишься в одном месте, а мыслями все время в другом. И очень важно принять решение, заземляться, это в том числе и принятие решения и действия по этим решениям. То есть ты принимаешь решение, что все, я уезжаю, и ты уже тогда собираешь свою энергию в тело, да, и это целостно тогда перемещаешь в себя. Или я остаюсь, принимаю решение оставаться, и все, и тогда перестаю постоянно думать, что как бы было там, может быть, мне нужно вернуться. То есть принять решение, это и есть заземлиться, ну, естественно, двигаться в этом направлении. Садматом смеюсь, а, да, спасибо. Когда мы теряем вот эту опору, то потом снова надо восстанавливать. И вот у меня какое-то время было такое прямо реально отсутствие сил и энергии. Я перестала заниматься физически там спортом, ну, то есть вообще вот такой произошел дисбаланс. И вот сейчас я себя уже год вытягиваю из этого состояния, занимаюсь, хожу, тренируюсь, в зал ходила, сейчас дома тренируюсь. То есть постоянно вот этим занимаюсь, теперь еще и прокачиваю первую чакру, действую там, да, и поэтому возвращаю себе силу и энергии, она реально вернулась. Дальше. Когда нет длительных здоровых отношений с партнером, это тоже признак отсутствия заземленности. Потому что, помним, первая чакра, она в том числе отличает у нас за семью, за отношения, за создание семьи, за род, за отношения с родом, за отношения с родителями. Поэтому выстраивание снова-таки отношения к родителям, не отношений с родителями, а отношения с родителями как следствие уже будет того, что у нас гармоничное отношение к родителям. Поэтому обращайтесь ко мне, чтобы прорабатывать какие-то травмы, то, что мешает чувствовать себя комфортно при мысли о родителях. Дальше. Финансовые, когда есть проблемы, однозначно надо прокачивать первую чакру. Если есть проблемы с деньгами, долги, нехватка финансов, 100% надо прокачивать первую чакру. Деньги, они не только на первой чакре. То есть у нас есть такие три основные денежные чакры, но на самом деле все чакры так или иначе приносят деньги. То есть на первой чакре это деньги на выживание. То есть заземленность — это о базе, это о защищенности. И когда нам не хватает на элементарное, на кровь, еду, когда вот все, знаете, так, или в кредит, или вот от зарплаты до зарплаты, это говорит о том, что первая чакра пострадала, заблокирована или плохо работает, и нет вот этого контакта с землей, заземленности. Потому что у нас вторая чакра — это тоже о деньгах, но они приходят на удовольствие. Когда мы умеем кайфовать, когда мы вот так прям можем взять и не вот так есть, а бы наесться, а взять эту малинку и прям прочувствовать каждую ноточку. Это вот тантрическая такая практика. И на это тоже приходят деньги, приходят деньги на удовольствие. И если мы их потом направляем на удовольствие, то они будут снова приходить. Потому что если ты там притянул деньги на удовольствие и потратил их на выживание, то потом будет трудно снова-таки выйти из программ выживания и получать удовольствие. Третья чакра — это на социальные проекты деньги приходят. Четвёртая — это чувство изобилия, это ширина, это на помощь близким, благотворительность. Это когда деньги есть как состояние такого, что всего много в мире. Это мир такой изобильный, когда на щедрость приходят деньги. Тут на творческую реализацию, на горловой чакре приходят нам деньги, на творческую реализацию, наши творческие проекты, на проявление себя, на какие-то… Статус — это у нас и третья чакра, ещё я хотела про статус сказать здесь, но статус — это больше здесь, на статусность приходят деньги, на социальные проекты, но в том числе и на наш личный бренд, на статусность. Но тут на проявление, то есть если я хочу рисовать, у меня есть деньги на краски, на кисти, если я хочу петь, у меня есть деньги на микрофон, там, не знаю, на сцену, на что-то вот, да. Ну тут на обучение, понятно, на знание приходят деньги. Но это у нас духовная чакра. Дальше. Какие ещё признаки нарушения связи с землёй, отсутствие заземления? Это сексуальные проблемы, то есть проблемы с желанием, это когда нет радости от близости или вообще нет этой близости, это тоже нарушение работы первой чакры и, соответственно, отсутствие заземлённости. Дальше сон, да. У нас первая чакра, база — это все наши базовые потребности, сон, еда. Поэтому когда есть проблемы со сном, или не можешь заснуть, или наоборот сонливый, слишком много спишь, это тоже отсутствие заземления. Ну то есть, скажем так, тело заземляется, но это тоже как отрыв от реальности. Почему человек там много спит? Потому что реальность неинтересна. Реальность такая, от которой хочется уйти в какой-то мир фантазии. Вот кто-то уходит в кино, кто-то в сон. Сон важен, снова-таки, вот в баланс. Норма в дозе, в баланс. Потому что если сна недостаточно, это тоже говорит о тревожности, значит, живём в голове, нет контакта с телом. Депрессивные состояния, ухудшение памяти, зажоры или отсутствие аппетита — это тоже всё, отсутствие заземлённости. Возникновение или обострение психосоматических заболеваний. Ну вообще любые заболевания — это проблемы с первой чакрой и проблемы с заземлённостью, потому что первая чакра отвечает за здоровье у нас в первую очередь. Головокружение — это вот, да, вот это вот. Дальше сложности с памятью и концентрацией. Заземление, наоборот, оно помогает человеку крепко стоять на ногах и гармонизирует эмоциональное состояние, устойчивость. Первая чакра, если одним словом назвать, это устойчивость. Устойчивость материальная, то есть хорошо стою на земле, деньги есть, всё. Но устойчивость физическое, тело устойчивое, крепкое, выносливое. Истойчивость эмоциональная, то есть я в эмоциях, я управляю своими эмоциями. Ну давайте быстренько ещё пройдём по методам заземления, и уже у нас время, будем переходить к игре. Пишите, пожалуйста, игра. Давайте это вам легче, вам одно слово. Пишите игра, кто хочет поучаствовать в мини-игре, «Ценная жизнь» на первую чакру. А я, пока вы пишите игра, вам почитаю методы ещё заземления, которые я тут подготовила вам. Это общение с природой, это походы, прогулки, жизнь на природе, телесные практики, массаж, медитации на заземление, танцы, ходьба босиком. Вот я на гвоздях стою, это тоже заземляет меня, потому что всё время стопы чувствуют, привлекают внимание, там кровообращение, всё. Плавание, желательно в природных, естественных водоёмах, это реки, озёра, моря, вот просто на океан. Не сильно поплаваешь, хотя дети плавают, но я просто выхожу постоять на песке, зайти в океан, позволить этой воде, это тебя, это тоже заземляет. Баня с вениками, вот вы писали, да, лепка из глины. Вообще, в принципе, все творческие, какие-то рукодельные техники тоже заземляют, потому что они тоже помогают выйти из головы и делать. Но лепка глины – это такой максимум, скажем так, заземления, потому что глина – это сама по себе ещё земля. Когда мы прикасаемся с земли, вот у меня, говорю, как ковид начался, я всегда ненавидела огородничество, потому что в детстве это всё был рабский детский труд, вот тяжкие воспоминания. Я думала, я зарекалась, что никогда не буду заниматься ни садом, ни огородом, и вообще мне никогда не будет земли. А тут что-то меня во время ковида прорвало, и я как начала разводить вот эти вазонки, и вот сейчас у меня весь балкон там у меня, я вам показывала бойсенберри, это смесь малины с ежевикой, прям ягоды мы ели с кустом, такой маленький кустик, а так много ягод было. Насадила там всяких и деревьев, и косточек, и проращивала просто цветы. Это вот я так заземлялась интуитивно. Дальше. Общение с детьми и животными тоже заземляет. Физические нагрузки, мы говорили об этом, заземляет. Уборка дома, расхламление пространства, наведение порядка – это тоже практики заземления. Когда мы не занимаемся этим, то это признак того, что первая чакра работает плохо, если в доме беспорядок, и наоборот, когда мы наводим порядок, значит чакра работает хорошо. И, соответственно, если чакра работает плохо, просто фактом наведения порядка мы себе балансируем ее и заземляемся. Так что можно заземлиться, просто делая домашнюю какую-то уборку, что-то поскладывать упорядочнее. То есть первая чакра – это еще также о структуре и о порядке, когда ты все там складываешь красивенько. Дальше. Общение с растениями, с землей мы уже проговорили. Работа с кристаллами и камнями. Видите, это все в кристаллах и камнях. Это я вообще очень люблю. Видите, это тоже мой способ такой заземляться. У меня все время камни. Где не вижу, везде покупаю камни. Дальше. Сексуальная близость. Секс тоже заземляет. Прикосновение, объятие, просто когда сделаем из контакта. И сон. Ну и все, что прокачивает первую чакру. Давайте я вам еще такой текстик прочитаю. Когда первая чакра правильно работает, находится в балансе с другими чакрами, человек чувствует себя защищенным, стабильным, устойчивым, становится упорным, лояльным. Он хорошо переносит сложные ситуации. Вот у нас была с вами тема стрессоустойчивость. Это умение справляться со стрессом. Появляется чувство самодостаточности благодаря тому, что успокаивается негативный ум. Это позитивно. Я ни в чем не нуждаюсь. Мне ничего не угрожает. У меня есть все ресурсы. Список грозящих опасностей пуст. Это когда первая чакра работает хорошо. Вы можете обнять весь мир. Вы с легкостью готовы делать что-либо в определенное время и в определенном месте. Вы легко получаете материальные блага, вещи, деньги, подарки. Вы чувствуете основу под ногами. И вас не беспокоит чувство эмоционального дискомфорта, неустойчивости, непрекаянности. Это из книги «Учитель эпохи Водолея». Есть еще способы эфирными маслами себе. Есть эфирные масла, которые помогают эту чакру поддерживать. Любые занятия на терпение, дисциплину, медитацию. Вот я сейчас делаю практики. Я делаю каждый день медитацию. Это лам. И когда мы поем звук лам, он открывает первую чакру, балансирует ее. Вот я пою звук лам и потом ставлю себе специальную медитацию на Муадхару. Там эти 396 Гц, по-моему. Ну, в общем, какие-то там специальные Гц именно для первой чакры. Можно эти чаши у меня, кстати, есть, но она в машине. Купила чашу тоже на корневую чакру. Там каждая чаша имеет свой тон. И есть тон, который прокачивает ту или иную чакру. Вот я купила для этой игры, но она у меня осталась в машине, потому что проводила игру, она так и вожу ее с собой, эту чашу. Ну, то есть специальная музыка, да, звуки. Звуки тоже могут активировать. Дальше. То есть я делаю, вот, пою лам, потом под вот эту музыку медитативную прописываю аффирмации на первую чакру. Я, кстати, вам рил сделала. Я сама этот рилс и прослушиваю, я перед сном ставлю. И на репите, на рилс чем классно, что он просто на репите повторяет, повторяет. И это такая, как получается, классное программирование такое классное себя. Слушать постоянно на репите. Так, составить гинограмму семьи. Мы говорили, что первая чакра у нас отвечает за род, за семью. И когда мы составляем свое генеалогическое дерево родовое, да, спрашивать у родителей о предках. Вот я тоже составляла, тоже делала такую практику. Это дерево спрашивала, как звали, когда родился. Ну, всех, кого помнили, да, мои родители. Всех записала. Массаж стоп. Ну, вообще, в принципе, массаж, но особенно массаж стоп. Ходить босиком чаще, вот на гвоздях стоять. Ну, и камни. Камни – это гранат, турмалин, рахтабаз. Это все черные и красные камни, грубо говоря. Ведь черный или красный камень – это камень первой чакры. А можно тоже себе купить, заземлиться. Хорошо, у нас осталось время как раз для игры. Вот уже вижу, и Аленочка присоединилась. Мы будем играть. У меня в игре только пять колод. Кубик у нас на шесть грани. Поэтому одна из колод будет у нас карты, такие архетипы. Потому что первая чакра отвечает у нас за силу, за наши какие-то силы, за наши ресурсы. И вот у меня есть такая колода архетипы и тени. Я отделила только архетипы. И это как сила. То есть если кому-то попадет единичка, то будем смотреть архетип, какая у вас есть сила, на которую вы можете опираться в своей жизни. Так что первая у нас Катя. Катерина захотела игру. Поэтому первая для тебя. Сейчас все, кто хочет играть, и кто хочет, пишите. Кто уже написал, сейчас подумайте о своем намерении. Намерении по заземлению, по первой чакре. То есть здоровье, деньги, быт, семья, род, дети. То есть в этих темах можете себе придумать какое-то намерение. Мы сейчас его не будем проверять, потому что на игре мы проверяем намерение на истинность, на качество формулировки. Сейчас мы этого в эфире, конечно, делать не будем. Просто подумайте, что для вас сейчас важно. Очень важно создавать намерение. Снова-таки это часть заземленности, ментальной заземленности. Это понимать, чего я хочу. Это контакт с собой, своими желаниями. Катя, подумала, да? И сейчас, Катя, до тебя достаю карточку, бросаю кубик, и смотрим, что именно тебе поможет к твоей цели прийти. Два. Сейчас посмотрим, что мешает, потому что тут колода блоки попалась. Это посмотрим, что тебе мешает прийти к твоей цели. Это очень классно, что ты сейчас увидишь это через карты. Так, специально для тебя тасую. И твоя карта звучит так. Ностальгия и сожаление. Помните, мы говорили, что улет от реальности, от заземленности – это жизнь в прошлом или в будущем. Ностальгия – это жизнь в прошлом. Сожаление о том, что было сделано или не было сделано, это тоже улет от реальности, от контакта с заземленностью. Вот такой блок. Это то, что мешает в исполнении твоего намерения. Сейчас ностальгия и сожаление. И такой бонус в этой карте. Предлагается взять еще карточку ресурса, и поэтому ты получаешь две карты. Смотрите, кому нужно потом эти карты, вы хотите их увидеть, чтобы я сфотографировала, вы мне в личку потом напишите, и я вам сфотографирую, только если вы в личку напишите. Так, ресурсы, Катюш, достаю для тебя. Ванна с солью. Снимает усталость, успокаивает, очищает от негативного энергоинформационного воздействия и, конечно, очень сильно заземляет соль. Это тоже очень крутое заземление. Ванна с солью. Она вообще для всех полезна во всех ситуациях и на прокачивание всех чакр. Соль, она обнуляет, она снимает весь этот потенциал, негатив и очищает нас очень круто на энергетическом уровне. Вы знаете, камни в соль кладут, чтобы очистить их солью. Она даже на физическом уровне убивает вирусы, бактерии, солью промывают нос, йоги. Соль – это очень крутая штука, но именно в плане заземления ванна с солью тоже помогает. Это контакт с телом. В общем, твое так. В наставке и сожаление – это то, что тебе мешает. И то, что тебе поможет – это ванна с солью. Практикуй, заземляй сразу эти знания. Сегодня прими ванну с солью. Я не складываю карты в колоды. Для тех, кто мне напишет лично, я вам сфотографирую. Дальше. Аленочка, для тебя сейчас фокусируемся на тебе. Ты фокусируешься на своем намерении. Я для тебя бросаю кубик. Четыре. И тебе попалась колода «Вопросы». Сейчас посмотрим, какой вопрос к тебе поможет. Вижу твое спасибо, Катюш. Я рада, что тебя отозвалась. Спасибо тебе за то, что даешь обратную связь. Так, Аленочка, фокусируемся на тебе. Вопрос. Как легко вы расстаетесь с прошлым, с токсичными людьми, с ненужными вещами, деструктивными идеями? Первая чакра в том числе отвечает за умение быть в моменте и освобождаться от всего ненужного. Грубо говоря, она отвечает за нашу дефекацию в физическом уровне. Если есть проблемы с той частью, если есть геморрой, запоры, это тоже признаки плохой работы первой чакры Муладхары. И наоборот, когда мы легко ходим в туалет, когда мы легко расстаемся с людьми, которыми нам уже не по пути, с ненужными вещами, с идеями ненужными, то, соответственно, это тоже признак хорошей чакры. Вот у тебя такой вопрос. Это не блок, а просто задается тебе вопрос, а ты подумай об этом. Как легко ты расстаешься с прошлым, с токсичными людьми, ненужными вещами и деструктивными идеями? Кстати, тоже из Махадева был там такой момент. Воплотился Вишну Нарайана на земле как человек. И значит, он такой идеальный мужчина, идеальный человек, там все его благородные качества. А он воплотился к шатриям. Это воин, потому что касты, знаете. И он воин, и он воплотился с одной единственной целью убить плохого человека, который много беды всякой наделал на земле. И значит, его отослали к одному учителю, он же там растет как человек обычный. Отослали учителю тренироваться, он тренировался, тренировался. А потом учитель говорит, тебе нужно, теперь ты стрелял по цели в мишени, а теперь стреляй в птицу. И он такой, как, я не могу, ну это же там практика ненасилия, все, нельзя убивать живое существо. И к нему Махадев, этот бог верховный, приходит и говорит, у тебя появилась привязанность к идее, представляете? То есть даже самая лучшая идея, даже самая благородная идея, если к ней привязаться, становится негативной. Он говорит, тебе нужно отпустить практику отречения, отпустить привязку к идее ненасилия, потому что иногда нужно и убивать тоже, ну потому что его задача была убить плохого человека, и он в результате принял вот это, освободился от своей привязки к идее ненасилия, но это все в балансе, да, он не пошел там резать направо-налево, а он конкретно свою цель исполнил. Не знаю, захотелось это тоже рассказать зачем-то, чтобы мы не привязывались к мыслям тоже. Ну и люди, и вещи тоже расхламляем, это очень важная практика. Дальше, отзывается, Лыночка? Вижу у нас Сарантат, для вас достаю игру, достаю карточку. Это ваше имя, да, Сарантат? Сфокусируйтесь сейчас на своем намерении, и я бросаю кубик. Пять. Это у нас шаги к себе колода. Видите, все разные попадаются специально, чтобы вам интересно было. Теперь достанем шаги к себе. Шаги к себе. Вопросы у нас такие, знаете, поле для размышлений. Вот Лыночка пишет так, звичайно, дякую. Дякую, это бы еще даже поделывался. Вопросы и шаги к себе похожи, но вопросы там дают просто поле для размышлений, а шаги к себе дают очень директивное. Таня, а, окей. Шаги к себе дают очень директивное послание. Вот тебе нужно делать вот это. Давайте посмотрим, что для Тани. Для погружения в роль хозяйка рекомендуется посмотреть фильм, в котором ярко выражены разные аспекты этой роли. Дикая, Срис, Уизер Спун. О выживании, о том, как нас исцеляют наши внутренние базовые инстинкты. Похвалитесь себя за просмотр фирмы и погружение в роль хозяйки. Вот еще тоже про первую чакру. Это о состоянии хозяйка. Есть Ольга Горбачева, она певица, когда-то в Виагре пела, потом сольную карьеру свою делала. И вот она потом, благодаря своему жизненному кризису, начала разные практики, заниматься собой. И в результате она стала ментором. Я вот у нее проходила несколько курсов, и она создала как раз по чакрам. Именно она меня вдохновила на создание этой игры, потому что проходил у нее курс «Семь жизней женщины». И у каждой чакры, это как разная сфера жизни, соответствует определенный архетип. То есть семь таких архетипов. И первая чакра отвечает за архетип «хозяйка». Хозяйка — это вот то, что мы говорили, когда не обязательно мы должны убирать. Хозяйка — это та, кто управляет. Это может быть у вас там сервис уборки, но вы управляете этим, или вы сами убираете. Это вот состояние «хозяйка своей жизни», «хозяйка своего тела». Вот это вот архетип. И вот чтобы этот архетип прочувствовать, можно смотреть кино. Можно смотреть кино как улетание от реальности, а можно смотреть кино. Вот для меня это, например, тоже часть психологической моей практики, потому что когда я смотрю, я прорабатываю травмы. Все, что вызывает мне эмоции, я все беру в проработку. Потому что в жизни можно там тоже это, конечно, делать все, но вот в кино и мультиках это безопасно. Ты проживаешь какие-то эмоциональные состояния, и когда эмоции есть, это стопроцентная травма. И я вот с этим работаю. Ну, то есть я так использую. А можно еще считывать состояние. Я раньше не понимала, что это. Вот знаете, что такое считывать состояние? Когда ты смотришь, и ты просто пропитываешься этой энергией и этим чувством каким-то. И вот через этот фильм можно считать вот это состояние «хозяйки», о том, как женщина взяла жизнь в свои руки. Когда жизнь начала рушиться, она смогла взять ее в свои руки. Так что «Дикая Сриз Визерспун» кино, такая рекомендация. Так, дальше смотрим, кто еще хочет играть. Кто новенький зашел, пишите «игра», и я для вас тоже достану карточку. Спасибо, вижу. Спасибо вам. Соня, для тебя достаю сейчас карточку. Точнее, бросай кубик. Сфокусируйся сейчас на своем намерении. И я бросаю для тебя кубик. Один. И тебе попадается колода «Архетипы». Сейчас посмотрим, какая сила в тебе есть. Первая чакра — это о нашей силе, и физической, и эмоциональной в том числе. Сейчас посмотрим твою силу, твой архетип. Сила наша — это то, на что можем опираться. Первая чакра — это об опоре, поэтому сила — это на то, что можем опираться. Учитель. Твой архетип, твоя сила — учитель. Вот такая карточка. Ты можешь посмотреть. Возможно, в этой карте, кроме слова «учитель», ты тоже для себя что-то возьмешь, что-то увидишь такое интересное. Вот на что тебе первое попало внимание, что привлекло внимание, какие у тебя ассоциации вызывают тоже. Ты можешь себе записать. Если захочешь, напиши мне лично, я сфотографирую для тебя эту карту. Дальше, Ирочка, для тебя достаю карту. Мы фокусируемся сейчас на своем намерении. Четыре вопросы у нас снова попалась в колоду. За что вы цените и благодарите себя, как хозяйку дома? Снова о состоянии хозяйки. Вы видите, вторая карта попалась о состоянии хозяйки. Но тут такой вопрос. За что вы цените и благодарите себя, как хозяйку дома? Эта игра у меня не только на первую чакру, но еще на состояние самоценности. Самоценность начинается с того, что мы ценим сами себя. Иногда мы много делаем, но не признаем это. И очень важно признавать то, что мы делаем. Это снова как о заземлении. Не просто я делаю, 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 а я делаю и признаю. Я даю этому место. И таким образом тоже заземляюсь. Вот признать. Кстати, у кого там Марсик первый, но это есть такая методика астрологическая, уникальная. Лана Шрёдер, ее автор. Я брала консультацию. И есть люди, у которых Марс первый. Ну, я сейчас не буду углубляться просто, как информация. И вот таким людям супер важно действовать и супер важно фиксировать свои действия. Потому что такие люди могут в крайности впадать или ничего не делать, хотя чтобы все для них что-то делали. Или такие люди могут очень много делать, но не замечать этого. И таким людям надо каждый вечер прям садиться и записывать, что ты сделала за день. Но это вообще хорошо делать. Это поднимает у нас дофаминчик. Это уверенность в себе. Самооценка. Самоценность и самооценка. Такие два понятия, они близкие, но разные. Потому что самоценность ни за что. Ты просто ценный. Потому что тебе природа, Бог создал. Ты ценный человек. По априори, по определению. По факту рождения своего ценной. А раз ты ценный, ты имеешь право. Имеешь право на жизнь, имеешь право на любовь, имеешь право на признание, на все имеешь право. На то, что ты хочешь, на все свои желания. Ты имеешь право, потому что ты ценный. А самооценка, это мы когда себя оцениваем. А оцениваем мы себя как? В сравнении с чем-то или с кем-то, с какой-то там уровнем, с каким-то планкой. С самооценкой. И то, и то важно. И важно себя чувствовать ценной. И важно работать над своей самооценкой. И вот я же говорю, иногда для самооценки надо просто что-то делать, потому что если ты не делаешь, то это самооценка, это всех касается. А иногда человек много делает, но у него самооценка низкая, вот этот комплекс самозванца, потому что человек не признаёт, он не видит. И поэтому тоже надо заземлить, записать, записать каждое своё действие. Тогда ты садишься и видишь. У меня там солнце первое, но у меня тоже эта практика была в своё время. Мне казалось, что уже ничего не делаю. Я начала записывать, такой как тайм-менеджмент вести всё, что я делаю. И делала такой каждый дневный и такой общий список за всю свою жизнь. Я записала всё, что в своей жизни, все свои навыки, знания, весь свой опыт, где я работала, что я, ну, какие-то действия делала. Я офигела, когда сделала эти списки, потому что действительно очень себя недооценивала. И когда ты записываешь это всё, ты смотришь, такой понимаешь, классно, вот. Ну и тут, ну, мне захотелось всё это сказать по поводу этой карточки, за что вы цените и благодарите себя как хозяйку. Супер. И теперь даю возможность уже все, кто хотел поиграл, или если есть ещё желающие, то пишите игра. А я уже объявляю, что можно писать «хочу консультацию» те, кто хотят пройти мою сессию в подарок. Я после каждого эфира делаю лотерею. И даю возможность одной из вас выиграть мою сессию ценную в подарок. Поэтому пишите «хочу консультацию», кто хочет поучаствовать в этой лотерее. Разыгрываю в Random.org, поэтому всё на волю случая и к тому, кому надо, всегда попадается эта сессия. А пока вы пишите «хочу консультацию», вижу вашу уже, я достаю наши тоже традиционные. Кстати, традиции — это тоже о первой чакре заземления. Традиции, ритуалы, ритуалика вся. Вот смотрите, есть духовность такая там более западная, а есть духовность. Вот Казахстан ассоциируется с шиманом. Не только Казахстан, вот в каких-то таких, ну там в Мексике есть шиманы, да, в Латинской Америке, то есть вот там в Перу. Это вот такая заземлённость, да, это тоже духовность, но через контакт с Землёй, через вот эти вот все барабаны, да. Вот когда музыка духовная есть такая космическая, у-у-у, что-то там такое гудит. А есть тоже медитативная музыка, ну там такие бум-бум-бум-бум. Вот я сторис своей анонсы когда делала вот этого эфира. Кто не видел мои сторис, можете зайти, он ещё есть. Зайти, вот там красное такое, и я поставлю эту музыку, там барабанчики такие. Это тоже заземление. И любые традиции, любое повторение вот такое, это тоже о стабильности и тоже о заземлённости. Поэтому мы приверживаемся нашей традиции и достаем карточку. Ангела, подсказки ангелов. Вижу все, кто пишет, хочу консультацию, супер. Спасибо за возможность, вам спасибо за участие, для меня это тоже ценно. Энергетическая терапия. Вот такая карта. Такая прям сложная, там столько деталек в картинке. Я с фотографией в сторис можете посмотреть. Так, энергетическая терапия, давайте прочитаем. Жизнь поддаётся энергетическому воздействию, потому что энергия – это сама её сущность. Человеческий организм представляет собой замечательное энергетическое поле, позитивно реагирующее на любые проявления любви. Ваши руки и сердце теперь могут дарить целительскую энергию своим любимым и клиентам. Вот такая у нас карточка, более подробное описание. Я тоже сфотографирую уже в сторис, сейчас не буду читать. На данный момент мы заканчиваем. Я благодарю всех, кто был в эфире, всех, кто участвовал, всех, кто писал свои мысли. Это очень-очень для меня ценно. Люблю, обнимаю и до встречи в следующий четверг. Или на встречную консультацию. Кто не выиграет, вы знаете, I'm Available. Можете регистрироваться на платную сессию. Это очень крутая инвестиция в себя и в своё счастливое состояние. До встречи.